Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня четверг, вместе с вами по традиции проснулись мы, Алексей Шевченко и Евгения Монакова. Настроение у нас прекрасное, значит, будем вас заряжать хорошим настроением и хорошими новостями. И хорошими новостями, причем приступим мы прямо сейчас. У нас снова есть повод гордиться нашими амурчанами, так как амурчане, наши ребята, вошли в топ-10 чемпионата «Молодые профессионалы». Это правда. Итог подвели совсем недавно в Уфе. Наши ребята стали лучшими в своих компетенциях. В частности, вот Каменщик из Амурского колледжа строительства и ЖКХ Сергей Лавилин отличился. Студент-маляр Анастасия Радько заняла восьмое место. В общем, ребята действительно молодцы, потому что приезжают на такие конкурсы, профессионали съезжают всегда со всей России. Да, это очень здорово, на самом деле, что такие профессии, рабочие, там, где нужны руки, они сейчас на слуху и на виду. Меня это очень радует. А еще сейчас давайте отвлечемся, послушаем анонс предстоящего выпуска, и вы узнаете, как много интересного вас ждет впереди. Сегодня расскажем об активистах, которые сделали подарок медикам, работающим в ковидном госпитале Благовещенска. Вспомним самые яркие события, происходившие в разные годы в Преамурье. Не пропустите рубрику «День в истории». Наши гости, художник Елена Колесникова, научит рисовать героев сказок в необычной технике. А Александр Брылин расскажет о проектах, в которых будут участвовать спортсмены Амурской Федерации Аквайт Спорт. На закуску рецепт блинов с грибами и гороскоп для каждого знака зодиака, но это будет немного позже, потому что сейчас мы прервемся, ведь в эфире Амурского областного телевидения новости смотрим и не переключаемся. А мы вновь приветствуем всех тех, кто к нам только присоединился и тех, кто дождался нас после новостей. Это наше утро в эфире Амурского областного телевидения. И мы продолжаем поздравлениями. У нас сегодня, конечно, не концерт, поздравления, но люди в погонах отмечают свои профессиональные праздники, поэтому сейчас обязаны набраться серьезности. И вот так вот, Алексей, с каким лицом ты сейчас сидишь, тем и поздравляем. Торжественно поздравляем сегодня сотрудников Росгвардии. У них сегодня профессиональный праздник. 2 сентября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается этот день. Памятный день в Вооруженных силах Российской Федерации установлен в 2000 году указом президента России Владимиром Путиным. Поздравляем. Правда же. А еще мы поздравляем других людей в погонах. Это патрульно-постовая служба. Разбирались мы тут перед эфиром, чем занимаются эти специалисты. Они действительно крайне важны. И вот я, например, думаю, что именно они дежурили, когда у нас огромное количество случаев было, что люди купались в речках и тонули. И вот тогда сотрудники выходят на патрулирование, останавливают детей. И мне кажется, это вообще очень важная служба. Действительно, очень важная, очень сложная и иногда очень неблагодарная. Это правда. Потому как с тем контингентом, с кем приходится им работать, конечно, оттуда получить какую-то поддержку очень сложно. Но мы всегда за людей, которые стоят на страже безопасности наших амурчан. Поэтому поздравьте сегодня всех этих людей. Кроме того, 76 лет назад подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. День завершения Второй мировой войны. Этот праздник в истории Преамуре, наверное, даже более значимый, чем окончание Великой Отечественной войны. Потому что именно в этот день у нас, на нашей территории прекратились эти волнения. И, наконец-то, жители Амурской области смогли тоже вздохнуть спокойно. Поэтому большая дата. Сегодня есть повод вспомнить, отметить этот праздник. Сказать огромное спасибо тем людям, которые приняли участие в освобождении нашей земли. Ну, а что еще интересного происходило в этот день, но уже в Амурской области, узнаем из нашей постоянной рубрики «День в истории». Смотрим. Лекционно-выставочный комплекс прибыл в Белогорск из Москвы в 2011-м. Выставка заняла 8 железнодорожных вагонов. Это макеты поездов будущего, компьютерные симуляторы и учебники для школьников. Выставка побывала в Белогорске и Тынде. Ранее она на поезд увидели в 20 городах России. 118 голов крупного рогатого скота заболели ящуром на ферме, которая была расположена рядом с селом Черемхово Ивановского района в 2013-м. На территории ввели карантин. Зараженных животных содержали на территории военного городка. После обнаружения вируса были установлены дезинфицирующие барьеры и введены ограничения на ввоз и вывоз корма и продуктов животноводства. В селе Красное Тамбовского района из-за ящура также был введен карантин. Президент России Владимир Путин побывал в Амурской области в 2014-м. Глава государства осмотрел участок федеральной трассы Чита-Хабаровск. Губернатор сообщил о выполнении всех поручений по реконструкции трассы. Была организована встреча с подтопленцами из села Волково. Пострадавшие от паводка поблагодарили за новое жилье. На площади около ОКЦ в Благовещенске прошел фестиваль «Мотоэволюция». Посетителям показали мотоциклы разных марок и времен. Самый раритетный экземпляр – 1942 года. Были представлены 28 ретро-мотоциклов и 82 современных. Всего более сотни моделей. Приз зрительских симпатий достался представителю из Хабаровска. На площади Победы в Благовещенске состоялась торжественная церемония. Ее провели в честь победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. На мероприятии присутствовали ветераны и труженики тыла. К мемориалу воинам-амурцам возложили цветы и венки. Память погибших почтили минутой молчания и ружейным салютом. На набережной Амура провели акцию «Цветы на воде». Несколько творческих номеров и около полусотни самодельных открыток с трогательными пожеланиями. Такой подарок сделала группа благовещенских активистов, медикам, которые сегодня несут вахту в ковидном госпитале. Вот такая вот акция совершенно народная, но мне кажется крайне душевная и необходимая. Потому что врачам, которые работают в этом обмундировании, поверьте, очень непросто приходится. Да, нашу тему продолжит Екатерина Талалай. Смотрим. Я хочу пожелать всем врачам терпения в этот тяжелый для них период. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы и не падайте духом. Слова поддержки, а также портреты врачей, сердечки, цветы, коты и даже обложка, украшенная блистерами с таблетками. Около полусотни открыток своими руками сделали дети юнормейцы из поселка Новобурейский. Сейчас наши сотрудники работают все с повышенной нагрузкой и пациентов в госпитале достаточно много. Среди них много очень тяжелых пациентов. Поэтому отвлечься и получить такие приятные подарки всем сотрудникам очень приятно. Кроме теплых слов, в этот день медики услышали душевные песни и увидели танец. Номера подготовили артисты-любители. Все они участники проекта «Творчество без границ». По тематике старались более подобрать такие номера, которые могли бы вдохновить, взбодрить наших врачей. Потому что два года в таком режиме, безвылазно можно сказать, на территории больницы. Работа-дом, работа-дом. И хотелось бы как-то разнообразить жизнь, поскольку понимаем, что нет возможности сходить даже элементарно на какой-либо концерт и развеяться. Ну что ж, дорогие друзья, амурская погода, как всегда, демонстрирует свой нрав, так скажем. И, видимо, сейчас она издевается над школьниками, студентами, которые вышли на учебу. Потому что такое тепло мы мечтали где-нибудь в августе. Но сентябрь есть сентябрь. Ты знаешь, мне кажется, это лето не хочет уходить. И наставляет нам свое такое ау-у-у. Ау-у, как вы там без ныне. Как вы там, да. Ну, в общем, радуемся погоде, смотрим прогноз. Сколько всего интересного можно сделать благодаря фантазии. Вот сегодняшняя наша гостья Елена Колесникова придумала целую методику рисования и извлечения из этого рисунка целой сказки. Крампл-техника, так называется эта методика. Давайте поговорим об этом подробнее. Доброе вам утро. Доброе утро. Так, почему крампл? Что такое крампл? Крампл от слова «сминать». И основа моей методики заключается в том, что мы сминаем лист. И потом, когда мы его разворачиваем, по образованным линиям мы там видим какую-то историю. Елена, вообще откуда это? Кто-то так делает еще? Вообще так я не видела, что кто-то делает. И когда мы искали, есть ли что-то подобное вообще, что именно по смятым листям есть, просто люди сминают, как фон делают помятый лист. И на этом, в принципе, вот когда-то, гуляя по Петербургу, я и увидела вот это, то, что на смятом листочке нарисована очень красивая картинка художника питерского. И я домой, когда приехала, думаю, дай-ка я попробую. Но когда я увидела, что там есть какие-то образы, я начала их просто прорисовывать. Вот так и родилась вот эта моя такая определенная методика рисования. Для того, чтобы здесь что-то увидеть нам с Лешей. Мне кажется, одно из фантазий. Мы хотим немного пояснить нашим зрителям. То есть Елена, она не рисует на смятом листе. Она сминает лист, да, смотрит на этот лист, и образы, которые у нее рождаются при видении этого листа, она рисует только ей. И делает из этого, Елена, целые сказки, правильно я понимаю? Да. Это история, это не просто какой-то. Так получилось, что сейчас уже это было случайно все, появлялись эти образы. Но когда я поняла, что в этом можно вкладывать определенное намерение, и ты... Вообще, это мой способ взаимодействия с миром. Я так с ним разговариваю. Он что-то мне говорит, я тут вот сминаю, что-то рисую. И так мы с ним взаимодействуем. И вот прежде чем смять, конечно, нужно понять, что ты... Вот какой-то вопрос задать, какое-то намерение у тебя должно быть. А потом ты сминаешь лист. И потом у тебя ответ на вопрос. Давайте на примере. Я сейчас здесь вижу голову коня. Ты добавь свою цыганскую штуку. Ну вот смотрите, это просто вот лист смятый. Я на самом деле еще его не разглядывала, просто он смятый определенным человеком. Вот тот птичка, кстати. И вот что-то там будет. Вот правда, что-то там есть. Ну вот, например, если вы уже здесь посмотрите, то вы увидите вот здесь, что здесь стоит женщина. Видите? Она рукой тянется к чему-то. Силуэт видно. Пока тоже не понимаю, что здесь будет. Но вот есть птица, да, у нас уже полетела. Ой, да, тут все выпьет. Да, и вглядываясь в эти образы, мы можем здесь вот увидеть какой-то сюжет определенный. Но он всегда идет случайным образом. Здесь я не знаю, что здесь будет. То есть в итоге какая сказка получится, непонятно, да? Я не понимаю. Какие-то образы. А сказка получается какая-то известная или эту сказку придумываете? Нет, эту сказку я придумываю. А, вы придумываете сказку. Ну, в основном, если говорить в общем направлении, о чем эти сказки, они о нашем современном мире сегодняшнем, о мире энергии, о тонком мире. О том, о женщинах и о мужчинах, о их взаимодействии, о том, какую силу имеет мужчина и какую силу имеет женщина. И как мы это все забыли. Это, в общем-то, об этом. И когда эти сказки я рисую, я очень хорошо это вижу и чувствую. И они, в общем-то, и текст складывается какой-то вот такой, ну, вот в это направление. Я знаю, что там под картинами была выставка уже, да? Да. Кроме полсказок. И там подписи даже есть, описание, что это такое, о чем эта сказочка. Да, вот смотрите, например, вот эта сказка точно она о мужчинах и о женщинах. И если мы посмотрите его внимательно, то вы увидите, что у нас есть женщина, которая творит, которая что-то создает, которая своим полем делает вообще дом, семью, пространство. А мужчина – это защитник, вот он и с щитом, видите? И первое, что я увидела, когда эту сказку развернула, это вот этот щит, да? Он просто явно был понятен мне, что здесь сидит женщина, вот здесь щит. А дальше это все магия какая-то, которая вот эти линии превращает в определенную какую-то, ну, вот историю. Так, ну из нас двоих тут за магию Женя в основном отвечает, поэтому я предлагаю что-нибудь дать ей, занять ее. Лена, как это делать? Мне уже интересно. Ну, вот смотрите, я всегда беру акварельную бумагу, потому что в ней больше можно сначала ее затонировать хорошо, а потом дальше я рисую акриловыми красками. Я вот вам сейчас просто дам листочки, может быть, вот что-то и получится. Не, нам одного хватит, у нас Женя за красоту отвечает. Ладно. И вы, думая о чем-то, вы просто его сминаете. Вот в хаотичном порядке просто идет вот... Дорогие друзья, мы снова продолжаем для вас делать такие сеансы арт-терапии, бесплатные. Смотрите, и можете взять листики вместе с нами. Вообще, конечно, надо делать. Здесь может быть какая-то ваша проблема. И для того, чтобы ее увидеть, вы развернете лист и выплеснете ее. Мне кажется, Женя уже полегче стало немножечко, да? Да, мне уже полегче. Уже стало полегче. Таким образом решите какой-то вопрос. Вы мнете абсолютно хаотично. Хаотично, но их намерение. Но у вас есть вопрос, вы его повторяете, да, в голове. И дальше мы потом разворачиваем. Следующая стадия. Конечно, иногда вот прям сразу что-то, вот видите, вот здесь вот будет какой-то уже круг, что-то, я не знаю. Вот, смотрите, сложилось что-то типа антенны. То есть, вот опять же, посмотрите, это два разных листа. Да, двух разных людей. Они же все равно не похожи. У каждого оно как-то по-своему сминается. Безусловно. Двух одинаковых не будет. Я даже никогда не повторю то, что я нарисовала здесь. Ну, это невозможно. Поэтому что-то сейчас нам надо тут увидеть. Ну, вот смотрите, и следующая стадия у нас, мы его расправляем очень хорошо. Если что-то видно, то вы уже можете понимать, что у вас здесь будет какой-то рисунок. Так, вот у меня очень четко здесь вот образ сердца вырисовался. Какое-то что-то здесь будет. Вот тут вот бабочка полетит, вот тут вот птичка. Очень интересно. Что делаем дальше? Дальше мы тонируем. Уже примерно, когда вы увидели, что здесь бабочка, здесь там солнышко или что-то, вы уже подбираете, соответственно, краски. Как вы думаете, Елена, всем ли дано увидеть в этом что-то? По опыту, честно скажу, не все видят. Но если это касается какого-то определенного вопроса, вы просто можете выплеснуть в виде красок и чего-то, вот здесь, ну, какую-то свою историю. То есть это такая арт-терапия своего рода? Это арт-терапия. Но вот то, что делаю я, безусловно, мы пробовали. Мало кто видит. То, что вижу я, ну, конкретно, потому что это моя история. Такая именно хрампл-сказки. У детей все равно такая фантазия богатая. Вот они точно в этом листике что-то увидят. И у них свои тут истории, и они что-то здесь, конечно, видят. И я, пока это все очень свежее, очень все новое. Я думаю, что у этого обязательно будет какое-то продолжение. Так, можно я начну? Так, мы начинаем творить. Мне уже так хочется взяться за краски. И дальше просто побольше водички, акварельные краски, и вы создаете какой-то фон определенный. Тоже доверяйте своей интуиции. Это такой медитативный процесс. Здесь думать не надо. Вот мне что нравится, что... Нужно было мне брать, Женя. Все-таки да, да? Все-таки. Во всем моем творчестве мы стараемся как можно сильнее отключить мышление. Это, наверное, самое сложное для современного человека вообще отключить голову. Да, почему это и работает. Потому что когда ты выключаешь голову, у тебя начинают работать другие механизмы в твоем теле. Поэтому мы интуитивно тоже, несмотря на то, какие тут будут... Вы потом, когда начнете ее рисовать, вы потом поймете, почему именно здесь лег зеленый цвет, а именно в этом месте вы положили красный. То есть, по-вашему, вы даже сейчас цвета выбираете все-таки... Интуитивно. Но при этом какое-то намерение у вас есть по выбору цвета. Да, вы продолжаете транслировать то, что вы хотите здесь увидеть. Это же разговор некий такой происходит с вашим внутренним каким-то состоянием. С бессознательным общаемся сейчас. Я не психолог, но я знаю, что это работает. В любом случае такая деятельность, она помогает влечься. И даже если вы вдруг не найдете какой-то образ в вашем смятом листочке, я думаю, лишним не будет точно. Тем более, сколько? Но это 10-15 минут точно вы проведете вне телефона, это уже здорово. Слушайте, это прям действительно потрясающе. Я уже чувствую. Женя, вот это промакивается все лишнее, и по линиям вы уже примерно... Они становятся более четкими такими, когда вы смачиваете лист. Вот они теперь более явные. Да, они более явные. И тогда, когда у вас мокрый лист, я его еще потом кладу немножко под что-то тверденькое, чтобы он распрямился, и потом, когда вы его достаете, там уже вы что-то вот прям реально видите. Не надо даже сильно напрягаться. Потому что история творится сейчас. В тот момент, когда вы наносите краску, когда вы сминаете лист, уже история, уже мир с вами поразговаривал. Уже он что-то через вас передал. Вот, поэтому... Сегодня мир сказал. Он мне сказал, что точно будет все хорошо сегодня у всех. Пока, вот я прям чувствую. Особенно у тех, кто смотрит «Наше утро» в эфире Амурского областного телевидения. Если вы только что к нам подключились и не понимаете, что происходит, у нас здесь в гостях Екатерина Колесникова, она... Елена Колесникова, она нас учит крамплтехнике. Мы смяли лист бумаги, и вот сейчас пытаемся из этого хаотичного набора бумаги и краски что-то вычленить. Ну, если честно, мне кажется, это уже как-то вот красиво. Вот Лена вообще особенно красиво получается. Ну, я пока что-то не ручно. Уже можно продавать. Да, в принципе. Промакиваем немножко вот здесь обязательно лишнее. И интенсивность вы тоже можете сами смотреть. Где-то поярче. Ну, а вот дальше, после того, как все это просохнет, да, полежит, вот там чистое творчество. Что ты увидишь, то ты и нарисуешь. Да, берете дальше акриловые краски и начинаете прорисовывать. Кисточку потоньше. И по, может быть, это быть гелевые ручки. Почему нет? Если кто-то не владеет вот именно техникой, да, рисовать красками, вы можете взять просто гелевые ручки или фломастеры. И сидеть. И просто рисовать. Рисовать, прорисовывать что-то, какие-то образы, дорисовывать детали. Это уже медитация, это расслабление, конечно. Это, конечно, уже такой медитативный, долгий процесс. Поэтому основу положили, рисовать все поможет каждый, Алексей. Художника обидеть тоже каждый может. Вот так рисовать сможет действительно каждый. Это, на самом деле, очень здорово, что каждый может попробовать. Мы очень надеемся, что вы, так как вы нам бесконечно доверяете, и все наши интересные задумки наверняка вы тоже повторяете, попробуйте. Почему нет? У Жени, я уже вижу, какой-то фон прекрасно уже образовался. Жени, очень талантливая, она дорисует, а вам потом покажет. Лен, спасибо огромное за интересный рассказ про такую удивительную технику. Уверена, что кто-то вдохновится и тоже что-то свое придумает. Спасибо вам большое и хорошего дня. Всего хорошего. Ну а мы прервемся ненадолго, всего 10 минут самых актуальных новостей в эфире Амурского областного телевидения. Смотрим внимательно и не переключаемся. Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Мы продолжаем нашу программу и продолжаем ее рассказом о том, как же с точки зрения звезд должен выглядеть предстоящий день. А мы очень коротко с Женей расскажем, потому как день, судя по нашему прогнозу астрологическому, будет чудесным и замечательным. Более подробно о каждом знаке зодиака прямо сейчас в нашей популярнейшей рубрике «Гороскоп». Смотрим. Овны. Сегодня придется делать какой-то серьезный выбор. Главное решиться и, наконец-то, не сомневаться в себе. Интересное предложение может в корне изменить не только жизнь, но и судьбу. Тельцы. Перед вами появится масса выгодных вариантов по работе. Это особенно касается тех, кто мечтает сменить профессию и найти что-то по интересам. Смена обстановки пойдет на пользу отпускникам. Близнецы. Утомительный день ждет вас. Вы будете так много говорить, что-то выяснять и ездить, что вымотаетесь основательно. Радостная новость слегка поднимет настроение, но на приключения и посиделки с друзьями сил не хватит. Раки. Звезды рекомендуют использовать любое дело себе на пользу. Нельзя идти на поводу у людей. Тем более, что некоторые предложения окажутся совсем бесполезными. Львы. Дар убеждения у вас проснется именно тогда, когда в нем больше всего нуждаются окружающие. Вы будете вести дискуссии себе во благо. Материальная ситуация разрешится в одно мгновение. Девы. Сегодня вам предстоит много ходить пешком, зато встретить на пути немало интересных людей, с которыми сложатся крепкие и искренние отношения. Семейным людям не стоит зацикливаться на быте и деньгах. Весы. В этот день появится шанс вырваться из скучной клетки и найти достойное дело. Оно и деньги принесет и к карьерному росту приблизит. Усталость моральная отразится на физическом здоровье. Скорпионы. Грядут масштабные перемены. Вы это почувствуете с утра. Ничего не пропустите. Возможно, важная информация и прибыль. Ничьи советы не слушайте. Стрельцы. Предстоит заниматься своим здоровьем и внешностью. Профилактика необходима. Хорошо пройдет шоппинг, если будете покупать вещи для дома и одежду. Козероги. Сохранять не только спокойствие, но и держать лицо. Вот что вам понадобится. Сегодня нужно быть крайне серьезным и сдержанным. Особенно в коллективе. Водолеи. Звезды советуют вам удачно припарковаться. Но вопрос не в машине, а в отношениях с партнерами. Если сможете кого-то очаровать с первой минуты, то карьера вам обеспечена. Рыбы. У вас за спиной вырастут крылья, когда услышите в свой адрес признание в любви. Такого поворота событий вы не ожидали. Удачно служатся путешествия. Итак, лето в Амурской области официально закончилось. Это значит, что самая жаркая пора начинается для любителей плавания в холодной воде. По этому поводу мы в гости пригласили Александра Брылина. Он председатель Амурской федерации Аквайспорт. Сейчас расскажет, какие планы у наших пловцов в этом году. Рассказывайте, Александр. Доброе утро, Александр. Во-первых, хотел сказать, что вы, наверное, и летом-то находите холодную воду всегда достаточно успешно. У нас хватает северных морей, да? У нас полгорода без горячей воды. Дело в том, что если ты чуть больше, 15 минут плывешь в нашей Зайской воде, это уже холодовое плавание. Это да. В общем, а сейчас, когда начинается сентябрь, вообще уже температуры такие, что вам, наверное, очень комфортно заниматься какими-то заплывами. Ну вот уже второй год сподряд мы запланировали проведение такого патриотического марафона, как бы победы, да? И доплыть до победы. Но в этом году взяли девиз «Живи, как Невский», именно посвящаемый святому благоверному князю Александру Невскому. А почему его? В этом году 800 лет. И тут родилась такая, ну как бы, идея сделать 800 верст проплыть по пограничной реке Амур. И уже сформировали команду, нашли какое-то нужное финансирование. И вот при поддержке губернатора Амурской области и МЧС, и Центра ГИМС будем проводить вот такую патриотическую акцию. Будем стартовать с Черняева, плыть по маршруту через Ушакова, Бусе, Благовещенский, кстати. У нас планируется большое мероприятие, будет промежуточный финиш 14-го числа, приглашаем. И затем дальше продолжаем заплыв на направлении Корфова, Константиновка, Паяркова, Иннокентьевка с финишем по ограниченной заставе и Сагибова. Цель какая? Первое – это патриотическое воспитание, то есть показывать и своим примером, да, что как вот люди, борцы за здоровый образ жизни, там, да, что приверженцы патриотического вот этого настроения, именно правильного в нашей стране. И рассказывать, и общаться, ну, небольшую сувенирную продукцию разработали, да, и у нас будут и участники боевых действий, вот именно. Вот сейчас из Якутии ездят три учителя, все трое, все учителя. Ничего себе. И тоже спортсмены будут участвовать, и им такой, как бы, межрегиональный опыт общения. То есть такая сборная команда получается, да? Да, сборная команда, ну, планируется, что, возможно, еще и Сахалина приедут участники. Конечно, если бы это был год не пандемический, то наши друзья из Китая бы однозначно участвовали. Вот, а сейчас, как после Манерона у нас такие, там, товарищи из Испании, боевые подруги, так они вообще в любой, говорит, нас мероприятие приглашайте. Поэтому главная цель, как бы, и показать, так как это мероприятие, оно, в принципе, тянет и на эфир BBC, потому что это интересно, и это неординарно, да, такой случай, что осень, пограничная река, такое большое расстояние. Всего 15 участников, спортсменов, и даже, можно сказать, не все спортсмены, а любители. Но самое интересное, что у нас трое спортсменов, это будут юные пловцы, которые как раз занимаются и плаванием, вот, и вот они тоже изъявили желание участвовать. Для них это будет первый заплыв? Ну, для, вот, как двойняшки, да, ребята Вешкины, они вот первый раз будут участвовать, но в этом году они участвовали у нас на Зайской миле, им понравилось плавание на открытой воде, у нас же его не популяризируют, там, кроме, как, вот, от случая к случаю. А это всегда, когда ты плывешь в открытой воде, ты борешься с собой, со своими мыслями, со своими эмоциями, да, там, может быть, дождь, идти, ветер, или, наоборот, знойный солнце стоять. Поэтому здесь вот как раз все качества и воспитываются, и проявляются. Паводок и вода, поднявшаяся, как-то внесла коррективы? Будет ли от этого сложнее или все в целом в порядке? Ну, здесь только, получается, отчасти нам на руку то, что будет течение быстрее, вот, и мы будем, конечно, вот этот график рассчитали, да, мы хотели вообще этот марафон сделать за 4 дня, вот, только как суперрекорд поставить, потом все-таки посмотрели, что все равно осень, вода уже прохладная, чтобы сильно людей, как бы, не напрягать, решили все-таки поберечь пловцов наших, ну, и главная задача вообще проплыть, 800 километров, и все-таки поставили 6-7 дней. Сколько вы будете плыть каждый день? Примерно. Каждый день будем плыть, у нас там отрезки, самый большой, там, 135 километров. За раз? Да, в день. А самый, самый, не продолжительный, где-то 60 или 70 километров. А за сколько вообще времени возможно 135 километров вот так проплыть? Ну, так как мы уже разработали экспресс-метод, мы плыем двумя группами, то есть одна группа вперед уходит, вторая ее догоняет, то вообще это возможно за 6-7 часов. 6-7 часов в холодной воде вы будете находиться. Да, ну, каждый плейс плынет 30 минут, потом его меняем, и последующий, следующий. А уже на финише, на финише мы красиво выходим с лагами Победы, с лагами городов, которые мы вплываем. Параллельно на лодке, либо на катере кого-то? Идет группа обеспечения, сопровождение, там, горячий чай, врач, спасатели, ребята. И вот проплывает пловец 30 минут, его меняют, следующий плывет 30 минут, потом также меняется следующий, следующий. Смена обязательно, потому что я знаю, что вы в этом плане рекордсмен по нахождению в холодной воде. Сколько может проплыть участник по желанию, либо по дашей? Мы стараемся не борзеть, потому что все хотят плыть. Лучше 2-3 этапа по 30 минут проплыть, чем один этап, там, час-полтора. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, а нам главный командный результат, и все это понимают. У нас есть такие люди, которые говорят, дайте нам там сразу часа 2 плыть. Но дело в том, что это процесс, он должен быть вот таким, что это эстафета, передаваться должна. Я знаю, что вы не только плыть будете все это время, но еще и общаться решили с людьми, со школьниками, да? Да, это наш, как бы, такой вот именно аспект в патрилическом воспитании. Мы, знаете, в том году были очень удивлены, когда в Буссе построилось 6 отрядов, ребятишек, все в форме, там, кадеты, все с речевками. Да, они нас провожали, мы делали старт из Буссе, с речевками-то все. Потом у нас еще было такое знамя победы, большое, им дали эту задачу, они его растянули, там, стояли с ним. То есть вот я хочу сказать, что все-таки в наших селениях дети растут то, что надо. Ну и лишний раз вот мы с ними пообщаемся тоже, мы зарядимся, они от нас зарядятся такой положительной энергией. Вот, придут дома, мамам, папам расскажут, братишкам, сестренкам. Представляешь, ты сидишь на занятиях, тут из реки к тебе такой богатырь идет и к тебе преподает историю. Мне кажется, это как минимум мощно, мощно. Это правда, впечатление будет потрясающее, я хочу пожелать вам в завершении нашего эфира, чтобы действительно были люди, которые вот так встречают, провожают. Потому что все-таки, когда ты плывешь еще и так долго, когда есть зрители, когда есть болельщики, это всегда очень приятно, правда же? Согласен, особенно их энергия и поддержка. Да, это правда. Спасибо вам большое, удачного завтра. Спасибо большое, всего доброго, до встречи. Хорошего дня. Ну что ж, снова отведенный нам час закончился, но мы провожаем вас в этот день в отличном настроении. Правда, наша совесть спокойна, абсолютно, потому что все, что могли для того, чтобы поднять вам настроение, мы сегодня сделали. Поэтому хорошего дня и до скорой встречи в эфире. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!